Здравствуйте! В эфире программа Азбукопотребителей. С вами я и ведущая Мария Бодрова. Сегодня предлагаю тестировать биозавивку волос. Насколько эта процедура безопасна, чем она отличается от химической завивки и сколько она длится по времени? Разберемся по буквам. Тестировать процедуру Азбукопотребителя предлагает даме с очень активной жизненной позицией. Светлана Шабанова – фитнес-инструктор. Ей необходимо, чтобы, несмотря на рабочий процесс, укладка оставалась безупречной. Героиня идет на этот эксперимент впервые. Для начала мастер тестирует волосы. Если пряди Светланы не сдадут норматив по силе, ее отправят на скамейку запасных. Помоем голову, очистим и нанесем 4 сыворотки, восстанавливающие внутреннюю структуру волоса. То есть мы напитаем волосы изнутри. Химическая завивка – это экзекуция для женских волос. В ее состав входит вредная теогликолевая кислота. Биозавивка – полная противоположность. Это не просто щадящая процедура, а даже восстанавливающая. Основным компонентом биозавивки считается цистин – биологический белок, схожий по структуре белку, который входит в состав человеческого волоса. Сейчас новое поколение завивок, такие как молекулярная биозавивка с цистеиновым комплексом. Молекулярная – это такая есть японская завивка. Она содержит СМС-комплекс, который интеллектуально, вот, например, на поврежденном участке волоса, он создает такую как бы защиту. Мастер подбирает нужный состав для нашей героини. Они фиксируют волосы на бигуди, как клюшке. Их размер зависит от пожелания клиента. Локоны могут быть мелкими или наоборот. Можно специально создать прикорневой объем. Существует несколько видов биозавивок. Итальянская, японская с протеинами шелка, так называемая шелковая волна. Итальянская в своем составе имеет пергамент на основе экстрактов бамбука, который обладает защитным действием. Ее рекомендуют обладать сентября тонких или поврежденных волос. Японская завивка – это липидоувлажняющий комплекс. Она отлично подходит для длинных волос, и благодаря ей создаются завитки средней жесткости. Завивка с протеинами шелка не меняет структуру волос и способствует их улучшению, а также ухаживает за ними. Локоны получаются мягкими и держатся в течение двух месяцев. Светлана готова к тому, что ради красоты придется потерпеть. Процесс накручивания локонов длится в районе двух часов. Перевязываем жгутом. Для чего? Для того, чтобы состав, который мы сейчас будем наносить, не потек, не попал в глаза. Мастер начинает наносить завивочный состав. Это бета-кератин, цистинный комплекс нужных витаминов. После этого будет еще одно средство. Как раз-таки оно зафиксирует полученные завитки и восстановит кислотно-щелочной баланс волос. Этот состав не завивает волосы. Он размягчает белок для того, чтобы... Потом мы выдерживаем. В течение 15 минут идет процесс размягчения белка. Потом тщательно это все смываем. В течение минут 5 проточной водой. А потом нанесем закрепляющий, фиксирующий состав, который и создаст новую форму локона. Биозавивку могут делать барышни, если больше велюры не имеет значения. Окрашенные у вас волосы натурально обесцвеченные или милированные. После процедуры биозавивки волосы сохраняют свою форму от 3 месяцев до 6. Все зависит от состояния волос, структуры и размеров завитков. Для сохранения красоты локонов достаточно делать биозавивку 2-3 раза в год. В принципе, если нет желания повторять нормальный завиток, все осталось, то можно выполнить биозавивку на прикорневую зону. Завьющимися волосами нужен будет специальный уход. Лучше выбирать шампуни, в состав которых входит силикон. Он защищает волосы от сухости. Не стоит использовать массажные щетки. Лучше берите гребень или расческу, имеющую редкие зубья. Не стоит игнорировать курсы восстановления и оздоровления волос. Это пойдет только на пользу. А вот красить или милировать волосы после биозавивки лучше не раньше, чем через 2 недели. И в течение 2 дней лучше не мыть голову и не включать любимый фен. Как теперь можно с ними жить? Можно, значит, просто помыть голову, сформировать локоны между пальцев, вот так вот помять их, либо нанести можно какой-нибудь гель для формирования. Светлане придется провести некоторое время под мягкой сушкой. Так локоны зафиксируются, результат продержится несколько дней. У процедуры, несмотря на всю ее пользу, есть случаи, когда делать ее все же не стоит. Это аллергия, беременность, период лактации, нервное перенапряжение и прием гормональных средств или сильнодействующих антибиотиков. Ни одного противопоказания у нашей героини нет. Светлана готова демонстрировать свой новый образ. Очень хорошее впечатление, очень хорошее ощущение. Приятно, что они такие естественные, мягкие на ощупь, очень-очень-очень нежные. И сразу очень хорошее настроение. Ценник процедуры начинается от 2000 рублей. Выбирая салон, идите за специалистом. В парикмахерском деле главное подобрать хорошего мастера. Будьте довольны собой и почаще улыбайтесь. Если у вас возникнут вопросы, то пишите и звоните нам в программу Азбука Потребителя. До встречи! Азбука Потребителя